Веганство из некогда непонятного для многих слова в Америке превратилось в целую индустрию. Если в начале 90-х годов веганских ресторанов в США было около 50, то сейчас их количество уже около тысячи. Но несмотря на рост популярности растительного питания, вопросов по-прежнему остается много. Прежде чем менять свою диету, а вместе с ней и образ жизни, надо сначала разобраться в терминах и не путать вегетарианцев и веганов. Вегетарианцы полностью отказываются от мяса. У веганов все гораздо жестче. Они исключают из своей диеты абсолютно все продукты животного происхождения. То есть это не только мясо, но и яйца, молоко и все молочные продукты. Придерживаться таких строгих правил веганы решаются не только ради собственного здоровья, но и ради сохранности окружающей среды. Поэтому в запрещенный список также попадают изделия из кожи и меха. Стоимость в американской веган-индустрии превышает 2 миллиарда долларов. Основа такого питания – это здоровье, экологичность и гуманность. Люди начали избавляться от своих страхов и предубеждений в отношении веганства. Кристин Люси – это одна из многих диетологов, которая консультирует своих клиентов о веганских диетах. А запутаться в этой теме очень легко. С ростом открытия веганских ресторанов и кафе, а также выхода различных книг и фильмов на эту тему, очень легко необдуманно поддаться моде. Но, как предупреждают диетологи, самое важное для всех веганов – не забывать восполнять дефицит полезных веществ, которые обычно получают при употреблении животного белка. Веганская диета может быть как полезной, так и вредной для вашего здоровья. Полезной она будет в том случае, если вы получаете достаточное количество белка, витаминов и минералов. Поэтому, чтобы получить необходимое количество протеина, веганам нужно удвоить количество потребляемого растительного белка, чтобы возместить отсутствие животного. Джойс Дебревен – менеджер органического супермаркета, популярного среди веганов. Сюда они приходят за продуктами, которые не всегда найдешь в обычных магазинах. Люди переходят в веганскую систему питания по самым разным причинам – поэтическим, медицинским или за беспокойностью в связи с изменением климата. Да, не все становятся веганами, но очень многие стараются везти хотя бы какие-то веганские блюда и продукты в свой рацион. И какие бы у них ни были на это причины, я думаю, это очень хорошая тенденция. Индустрия моды и косметики тоже не осталась в стороне. Многие продукты по уходу за кожей содержат мед, воск и животный протеин кератин, за что их производители критикуют сторонники отказаться жестокости по отношению ко всему живому. В докладе американской исследовательской компании Grandview Research говорится, что мировой рынок веганской косметики уже оценивается в почти 13 миллиардов долларов. Карина Бафраджан, Александр Берген, Андрей Дегтярев. Настоящее время Америка. Вашингтон.